Добрый день, уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги. Решите представить вашему вниманию доклад на тему пигментного образования, дифференциальная диагностика и лечебная тактика. Данная литература убедительно свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости меланомой кожи. Среднегодовой темп прироста заболеваемости данной опухоли в России составляет около 4%. Интерес ученых к исследованию пигментных невусов связан с тем, что именно данное опасное злокачественное заболевание может привести к тяжелым последствиям в дальнейшем для пациентов. Также интерес ученых к данной локализации связан с тем, что все доброкачественные невусы могут со временем озлокачествляться, поэтому в настоящий момент условно можно разделить пигментные невусы на меланом опасный и меланомо-неопасный пациент невусы. К опасным относятся пигментный пограничный невус, голубой невус, невус-отто, гигантский пигментный невус, ограниченный предраковый меланос-дюбрея. К неопасным причисляются внутридермальный пигментный невус, фиброэпителиальный невус, папиломатозный невус, вирукозный и так называемое монгольское пятно. На данном слайде представлена классификация ВОЗ-12, где происходит разделение на доброкачественные невусы, предраковые и злокачественные. В данном случае имеется доброкачественный пограничный невус, сложный невус, внутридермальный невус, веретиноклеточный невус, который по томорфологическим путем можно дифференцировать. Невус из баллоннообразных клеток, галлоневус, который характерен в виде ореола вокруг невуса. Далее это гигантский пигментированный невус, в данном случае здесь представлен гигантский невус на коже спины ребенка. Фиброзная папула носа, разновидности голубого невуса. Также предраковые изменения, это можно отнести предраковый меланос, мелантическое пятно Хатчинсона и злокачественные. Мы относим, естественно, меланома, которая также подразделяется как злокачественная меланома, возникшая из предракового меланоза, включая мелантическое пятно Хатчинса, что видно на данном слайде. Злокачественная меланома, возникшая из голубого невуса. Злокачественная меланома, возникшая из гигантского пигментированного невуса. В данном случае мы видим распространенный пигментный невус пациента. И неопухолевые пигментные поражения – это, как я уже говорил, монгольские пятна. В данном случае у пациента на коже спины имеются множественные пигментные новообразования, лентига и эфелиды. В основном именуемые как веснушки. Существуют разновидности классификации невусов. В данном случае здесь классификация сигала, которая подразделяет новообразование именно по внешнему виду. На ней мы отдельно останавливаться не будем. Что же является наиболее частыми причинами возникновения опухоли кожи? К наиболее частым причинам относят частое травмирование кожи, из-за которого клетки слишком часто и активно начинают обновляться, в результате чего теряется контроль над этим процессом. Если такие новообразования находятся в зоне постоянного контакта с одеждой, с лямками, с ремнями и так далее. Такие пациенты должны обращать внимание и непременно обращаться к онкологам, дерматологам для решения вопроса о дальнейшей тактике. Далее любой тип облучения, в том числе и солнечная, генетическая предрасположенность и светлая кожа с многочисленными невусами, родинками на коже. И часто агрессивное воздействие на кожу. Это могут быть кожные инфекции, либо какие-то хронические заболевания кожи. На сегодняшний день существует аббревиатура, по которой можно определить атипичность родинки. Эта аббревиатура называется АКОРД, за рубежом она называется ABCDE, которая характеризуется следующими параметрами. Это буква А, это асимметрия, то есть родинка становится асиметричной. То есть если провести черту посередине, то края ее будут несимметричны друг к другу. Дальше имеет неровные края. Акрас новообразования невуса постепенно может меняться, может появляться участки депигментации, нейроноверность пигмента. Далее размер, изменение размера невуса. В основном невусы склонны к увеличению в размерах, и пациент также может отмечать. И динамика, то есть родинка начала изменяться, то есть не стала такой, как была на протяжении долгих лет, или появилась там, где ее раньше вообще не было. На данном слайде наглядный пример использования данной классификации. Если хотя бы три из данных аббревиатур существуют, допустим, у определенного человека, то, в принципе, данный невус можно отнести к атипичным. То есть здесь мы видим абсолютно нормальные невусы. Здесь он симметричный, если провести черту. В данном случае несимметричный невус. Здесь имеем ровные края. На данном снимке края исчерчены, неровные, что может быть от атипичности. На данном слайде здесь равномерное распределение пигмента, что нельзя сказать об этом снимке. К сожалению, здесь размер не объективно можно оценить, но в целом здесь маленький размер определен, здесь уже размер побольше. И на данном слайде можно увидеть один и тот же пациент. В течение времени у него появился второй пигментированный участок, и новообразование увеличилось в размерах, что также может свидетельствовать о атипичности данной родинки. Что мы можем использовать для диагностики пигментных новообразований? Прежде всего, пациенты, когда обнаруживают у себя какие-то подозрительные невусы, они в первую очередь обращаются к дерматологам и онкологам по месту жительства. После чего уже онкологи принимают решение о дальнейшей диагностике, используют свои современные методы, которые имеются, и уже решают вопрос о дальнейшей тактике лечения. Применяются такие методы, как дерматоскопия, эпилемисцентная дерматоскопия. Панч-биопсия в основном используется для доброкачественных новообразований, если врач-онколог уверен в том, что это, уверен условно сказать, что это доброкачественное, но в любом случае происходит полное биопсия новообразования с последующим гистологическим исследованием. Конфакальная лазерная микроскопия. К сожалению, немногие учреждения могут похвастаться данным методом, наличием данного метода. Надеемся, что в дальнейшем, может быть, у нас такой метод и появится. Высокочастотный ультразвук. Этот метод может позволить оценить глубину инвазии опухолью новообразованием. Оптическая когерентная томография. В данном случае она используется с целью определения новообразования сетчатки глаза, дифференциальной диагностики меланомы сетчатки. Это флуоресентная диагностика и сиоскопия. Сиоскопию вы сегодня в наглядном примере увидели. Юлия Вадимовна Семилетова продемонстрировала, как можно будет оценить атипичность невуса и оценить его степень злокачественности. На данном слайде представлены конкретные примеры. Дерматоскопия, панч-биопсия, конфакальная лазерная микроскопия. В таком виде происходит оценка именно структуры опухолевой ткани. Высокочастотный ультразвук, оптическая когерентная томография. Здесь в данном случае флуоресентная диагностика. Сиоскопию вы сегодня уже видели. Для чего все эти методики мы используем в своей практике? Прежде всего, чтобы исключить такое злокачественное образование, как меланома кожи. Меланома кожи, как мы знаем, это злокачественное образование, состоящее из пигментных клеток меланоцитов, которое имеет различные типы. Это поверхность распространяющаяся меланома, состоит из, характеризуется более 65% от всех случаев заболеваемости. Узловая меланома до 25%, лентига меланома до 10%, окрально-лентигинозная меланома и меланома глаза. На данном снимке мы конкретно покажем примеры. Здесь поверхность распространяющаяся меланома, здесь узловая форма, видим активный экзофитный рост, темный пигмент. Здесь лентига меланома. В данном случае можно сказать о том, что все эти новообразования были в последующем верифицированы как меланома. Здесь окрально-лентигинозная меланома, которая характеризуется ростом в основном на фалангах кистей, на нижних конечностях, подноктевых ложах и меланома глаза. Что можно сказать по поводу лечения пигментных новообразований? В любом случае основным методом лечения является хирургический метод. Лечение доброкачественных новообразований можно провести путем лазерной деструкции, криодеструкции, которую мы сегодня показывали, экономное сечение, особенно характерное для новообразований в области лица с целью косметического эффекта. В случае пограничных новообразований и меланом кожи здесь в любом случае вопрос стоит о непосредственном хирургическом мешательстве, причем вопроса о экономных исечениях в данном случае никак не стоит, потому что, как мы все знаем, меланома кожи очень агрессивное заболевание, и радикальная операция – единственный метод, который может пациенту спасти жизнь в дальнейшем. Это такие радикальные мешательства в объеме широких исечений с различными реконструктивно-пластическими компонентами. Учитывая локализацию на лице, здесь в данном случае практически каждое исечение меланомы кожи характеризуется именно реконструктивными операциями в силу анатомических особенностей лица. В данном слайде представлено лечение меланомы в зависимости от стадии заболевания. Первая стадия заболевания – только хирургический метод. Вторая и третья стадии – это комбинированный метод, включающий себя в хирургическое лечение и адювантное лечение. И четвертая стадия, которая характеризуется именно системным лечением. И при наличии распространенной меланомы, здесь в данном случае в некоторых пациентах может стать вопрос о каких-либо санитарных, либо ацетеритивных операциях. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует...